Иисус объявляет о близости Царства Божия Иисус приблизилось Царство Божие, что оно очень близко. И затем, во время своей проповеди, Христос говорит о том, что оно здесь, оно среди вас. Что такое Царство Божие? Об этом мы тоже говорили. Это само присутствие Бога и в нас, и рядом с нами, и среди нас. И мы видели в прошлый раз и позапрошлый, вот сначала чудеса, затем проповедь. Вот это все как раз и являет, и проповедь, и чудеса являют Царство Божие. Показывают вот его близости. Помните, что в Евангелии от Луки Господь после того, как изгнал нечистого духа, сказал, «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Поэтому вот Царствие Божие здесь – это, если хотите, суть содержания Его проповеди, а также Его чудес. Но если оно является во время земной жизни Спасителя, то можем сказать, что Царство Божие как устанавливается окончательно главными событиями человеческой истории, то есть смертью и воскресением Иисуса Христа. Вот оно не только достигло до вас, как говорит евангельский синодальный перевод Евангелия, но оно здесь, оно в нас, именно благодаря тому, что Господь отдал свою жизнь для нас, нас искупил своей смертью и, конечно, своим воскресением. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Как раз это продолжение вот этой темы. Мы сначала говорим о том, скажем, отношении, о тех отношениях, в которых был Иисус Христос со Своим Отцом. Это Его сыновство, то есть каким образом Он есть Сын Божий, и отличается ли это Его сыновство от нашего с вами, мы тоже дети Божьи, так же, как и Христос или нет. Мы так же рассмотрим молитву «Отче наш», потому что это самая важная молитва для христианина, это единственная, это молитва, которой нас учил сам Господь, а затем поговорим о Его смерти, о Его страстях и смерти, и воскресении немножко. В прошлый раз так же мы видели, что Христос оставил нам не только новую заповедь, не только свое учение, но оставил так же нам церковь, то есть общину, которую Он создал. Вот эта община, если хотите, она некая духовная семья, которую человек обретает, любой христианин. Что меняется в жизни христианина после встречи с Богом? Прежде всего, как раз отношение к Богу, и это отношение как к родному Отцу. Господь сказал, «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Если мы думаем о том, какие были представления о Боге в Ветхом Завете, мы не можем не замечать, что вот эти представления меняются в Новом Завете. Конечно, для Ветхого Завета Господь прежде всего – это Бог Израиля, это тот, который освободил свой народ из плена египетского, тот, кто рядом со своим народом, когда, допустим, какие-то беды, какие-то проблемы, какие-то стихийные бедствия, и, конечно, когда война. Но этим представление Израиля о Боге не очень отличается от представления других народов. И другие народы, другие культуры, если хотите, думали, что их божества рядом с ними, когда, например, идет битва, война и так далее. Мы это видим и во многих псалмах, в писаниях пророков и так далее. И вот как раз есть и слова, которые вот-вот, когда начнется Великий Пост, мы будем петь. Это такой гимн, который напоминает именно гимн военный. Когда мы будем петь «С нами Бог, разумейте языцы», что означает «народы», «и покоряйтесь, ибо с нами Бог». И дальше услышите до последней земли, то есть до последних пределов земли, «яко с нами Бог». Могущие покоряйтесь, яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, не же смутимся, яко с нами Бог. Вот это нам этот гимн, который взят фактически из пророчества Исаии, нам показывает вот как Ветхий Завет, как избранный народ себе представляет Бога. Вот Он тот, который рядом с нами, и потому другие не могут нас обидеть, не могут нападать на нас и так далее. Потому что наш защитник, вот тот, который, настоящий наш вождь, скажем, тот, который идет впереди во время битвы, и есть Господь. Вот я уже сказал, что вот мы будем это петь во время Великого Повечеря, во время поста. Тем самым мы видим, что Ветхий Завет постоянно показывает, что Бог не есть человек, что Бог отличается от человека, что Он единый, единственный, Он вечный, Он свят, Он создатель неба и земли. И также Он сильный вождь, вот который, как я уже сказал, сопровождает свой народ, освободили из рабства и так далее. Вы знаете, я уверен, потому что, очевидно, отец Александр говорил в начале наших с вами лекций, о том, что благочестивые людей даже не произносили имя Бога, потому что имя – это свято, и потому никто не может его произносить. И само имя Бога заменялось, ну, разными эпитетами, скажем, Господь как раз и так далее. А если мы смотрим, как Иисус Христос общается с Богом, мы видим, что качество этих отношений совсем другое. То есть в его представлении Бог – это не только вот вождь, который защищает свой народ, который идет впереди во время битвы, он общается с ним как с отцом по-настоящему, как с родным отцом. Вот как каждый из нас может общаться или общаться когда-то со своими родителями. То есть Бог – это присутствие в его жизни, это присутствие, которое рядом, которое – это существо, которого он знает, знает хорошо, как вот родного отца, или, если хотите, как родную мать для ребенка. Это еще очевидно, что вот когда Иисус Христос использует вот это слово «авва». Вот это слово, во-первых, оно из арамейского языка, то есть арамейского языка. Это каждодневный язык, если хотите, это устный язык, это семейный язык, то есть это не официальный литературный язык, а язык для общения каждого дня. Вот он разговаривает с Богом именно на этом языке, можем сказать, если хотите, на диалекте. То есть так как во мной культурах принято именно в семье общаться, а не официально, скажем, ни на улице, ни, скажем, в каких-то важных встречах, протокольных и так далее. Вот русский язык, к сожалению, почти не знает диалектов, очень мало. А вот другие языки очень четко, итальянские, например, отделяют диалекты от литературного языка. Литературный язык – это официальный язык, а вот в семье люди разговаривают на диалекте, на народном языке. Вот именно на таком и обращается Иисус Христос к своему Отцу. Кроме того, вот это слово «авва» – это из детского языка. То есть это одно из самых первых слов, которые ребенок произносит в своей жизни. И вот есть такой, как сказать, можно сказать, поговорка даже в еврейской традиции ветхозаветной, что вот как только ребенок чувствует вкус колыбели, то есть как только он отнят от груди матери, как только мама перестает его кормить от груди, он скажет первые слова «авва» и «имма», то есть папа и мама. Это интересно, потому что, видимо, это такая скрытая ссылка на 130-й псалом, где мы читаем такие слова «не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитя, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятого от груди». То есть вот ребенок, маленький ребенок, но который уже соображает, который уже начинает понимать. И, естественно, первый человек, с которым он общается – это мама. Вот это слово, хотя оно означает «отец», означает «папа» точнее, «папочка», если хотите. Вот одно из самых первых слов, которые ребенок произносит. Вот этим словами обращается Иисус Христос к своему отцу. И, как вы прекрасно знаете, когда мы растем, когда мы уже взрослые, все равно продолжаем назвать свою матерь мамой и своего отца папой. То есть эти слова из детского языка у нас сохраняются в течение всей жизни. Это нам показывает, что у него какой-то реальный опыт общения с Богом. Бог – это не какое-то познание, это не какое-то понятие для Иисуса Христа, а это опыт жизни, это существо, потому что мы не можем говорить «человек», да, которого он знает лично, с которым он общается. И при том общается очень, как сказать, легко, так, как общаются члены одной семьи. Иисус осознает, что он сын особым образом. Он единородный сын, единственный сын, вот с большой буквы, скажем так. И когда он говорит со своими учениками, то есть даже не проповедует, ну, скажем, толпе или народу и так далее, а именно со своими учениками, которые знали все о нем, которые были очень ему близки и так далее, он постоянно отделяет своей проповеди, если хотите, его отношение к отцу, от отношения вот как раз учеников. То есть он им говорит «мой отец» и «ваш отец». То есть почему он нигде, нигде в Евангелии не говорит «наш отец», а всегда «мой отец» и «ваш отец», «мой Бог» и «ваш Бог». Мы выражение «наш отец» находим всего лишь один раз в Евангелии, когда как раз идет текст «отче наш». Вот «отче наш». Но это текст молитвы, который Господь дает нам, который Он нас учил. То есть так мы должны говорить. А Он, видимо, обращался к Своему Отцу по-другому. Он, кроме того, Своей проповедь постоянно подчеркивает, что Он отличается от пророков, что Он не есть пророк, Он больше пророков. Вот Он сказал ученикам «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего», то есть вот этого поколения, и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрость Соломоновы. И вот здесь больше Соломона. Это было очень смело в Израиле говорить «я больше Соломона». Дальше. «Ненавитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповедь Иониной, и вот здесь больше Ионы». То есть Он совершенно откровенно говорит о том, что Он больше пророков. даже, что Он больше Моисея, который дал избранному народу закон. Потому что очень часто, когда Он цитирует закон Моисея, Он говорит, вот сказано так, древним сказано так, или, если сказать, Моисеем сказано так, а я вам говорю. То есть Он может добавить и изменить то, что Моисея ставил. Он, значит, больше Моисея. Мало того, Он говорит такие слова. «Бог не видел никто никогда, а единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Он явно говорит о том, что Он Сын, и ни один пророк себя не назывался так. И кроме того, что Он единородный, Он единственный Сын. Он еще больше говорит. Он говорит, я и Отец едины. И когда близкий человек, ученик Филипп, просит, покажи нам Отца, он ему отвечает, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. То есть тот, кто меня видел, тот увидел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? И, наконец, одна из последних Его молитвы к Богу Отцу, вот так называемая первосвященническая молитва, 17 глава Евангелия от Иоанна, среди прочего, Господь говорит, Он обращается к Своему Отцу и говорит, да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. То есть Он единый со Своим Отцом. Отец живет в Нем, и Он живет в Отце. Одновременно Господь везде показывает, что Царство Божие для всех людей, что нет никаких ограничений, что оно открыто для всех. Вот для апостолов, для Его учеников, встреча с Ним означает единственный опыт, который важнее всего. Вот Его ученики находятся в другом положении, которое гораздо лучше, чем даже ученики Иоанна Крестителя. Блаженный Отче, видящий то, что вы видите, ибо, сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слыша, что вы слышите, и не слышали. То есть не только Он больше пророков, а, получается, Его ученики получили больше милости, благодати, чем даже сами пророки. И, конечно, об этом мы еще поговорим, конечно, Иисус везде показывает, что Он, Его сыновство, вот, отличается от нашего, что Он, как я уже сказал, единственный Сын с большой буквы, скажем так. Но все-таки Он дает и нам как-то участвовать в этих исключительных отношениях, которые у Него с Отцом. Он сказал ученикам, славлю Тебя, Отче, но обращаясь к своему Отцу об учениках, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл это младенцам. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение, все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Вот здесь мы видим, что, да, Его отношения исключительны, но Он нам открывает Отца. То есть никто не знает Отца, только Сын, но еще и те, кому Он хочет открыть. Он сказал еще более шокирующие слова, когда Он сказал, «Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен». И каждый из нас по собственному опыту знает и понимает, что мы очень далеко стоим от совершенства. Апостол Павел нам объясняет, говорит, «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взывает Авва, Отче». И поэтому вот тем самым апостол нам говорит, «Да, Иисус единственный Сын, Его отношение с Богом абсолютно исключительное, но Он нас усыновил». То есть Он сделал и нас детьми Божьими, и теперь мы можем обращаться к Нему так же, как и Христос – Авва. В очень многих притчах Господь пытается нам показать, как Бог любит человека. Он нам показывает, скажем так, нежность Бога. Вот, конечно, притча о блудном сыне. Но мы в прошлый раз об этом говорили, поэтому я больше не буду. Но как вот этот отец ждет возвращения сына, как он побежал ему навстречу, обнял его, организовал пир, праздник и так далее. Что означает для нас быть сынами, детьми? Божьими. Но, естественно, мы должны соблюдать заповеди. Мы должны, вот две главные заповеди – любить Бога, любить ближнего. Но раз первое – это любить Бога, значит, здесь очень важна также, важна молитва. Мы видим, что Иисус молится в течение всей своей жизни. Очень часто Он уходит в пустынное место, уходит далеко от всех в полном единении, или, допустим, уходит вместе с двенадцатью апостолами, или, допустим, выбирает из них трех, или вот небольшую группу, и с ними молится. И в том числе, конечно, преображение – это, безусловно, молитвенный опыт, когда Он взял с собой только вот Петра, Якова и Иоанна. Но в русской живописи, безусловно, Поленов, может быть, тот художник, который больше всех изображал Иисуса во время молитвы. Есть, я не знаю, есть ли у нас картина на заре, например, Поленова, вот где видим, как Иисус молится на какой-то вершине горы. Господь нам оставил одну молитву. Вот, это и есть Поленов. Молитва «Отче наш». Она дошла до нас в разных редакциях, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. В Евангелии от Матфея там есть семь прощений, которые мы обращаем к Богу. В Евангелии от Луки, это, скорее всего, более древняя редакция, в Евангелии от Луки только пять прощений. Но, по сути, мы просим только об одном. Мы просим о том, чтобы Его Царство установилось среди нас. Потому что все остальное сюда входит. Конечно, «Отче наш», христианская молитва «Отче наш», мы в ней находим очень много, если хотите, частей, частей молитв, разных молитв Ветхого Завета. Это, ну, безусловно, «Досвятится имя Твое», «Доприидит Царство Твое». Все это, безусловно, находим много-много-много раз в Ветхом Завете, и это часть молитвенного опыта Ветхого Завета. И, тем не менее, то, что «Отче наш» нам предлагает, это, если хотите, совсем новый и, ну, да то ли неизвестный опыт молитвы. И давайте посмотрим саму молитву очень кратко, какие могут быть, что можно подчеркивать, скажем так. Ну, во-первых, вот «Отче наш». То есть, вот это множественное число, если хотите. Мы вот видели, как Он уединился, и мы, надеюсь, молимся, скажем, дома, скажем, каждый индивидуально, келена, как говорят. И, тем не менее, даже когда человек один обращается к Богу, так, как нас научил Христос, использует это множество. «Отче наш», не «мой», а «наш». Тем самым мы говорим очень важную вещь. Раз у нас Отец общий, то мы, конечно, братья и сестры. Получается так, что мы не можем обратиться к Богу, как только осознавая себя, ну, членами одной семьи, если хотите. И, конечно, даже отчельник, пустынник, который живет совсем один, тем не менее, использует вот это множественное число и обращается к Богу таким образом. Почему? Потому что он молится от имени всей церкви. Когда мы молимся, даже вот индивидуальная молитва, она всегда общинная, как ни парадоксально, ни странно. И здесь очень важна еще одна констатация. Мы читаем на каждой божественной литургии «Отче наш» и «символ веры». Чаще всего это единственные места, где участвует весь народ, потому что, ну, вот эти два текста «Отче наш» и «символ веры» мы должны знать наизусть. И потому не только хор поет, а все. Вообще-то, в идеале, хорошо, когда все поют все. То есть, не только «Отче наш» и «символ веры». Но, в общем-то, очень часто так получается, потому что, допустим, другие слова люди могут не знать, не так хорошо знать. А вот «Отче наш» и «символ веры» мы читаем. Когда мы читаем символ веры во время божественной литургии, мы говорим «верою во единого Бога, Отца Вседрожителя» и так далее. А на самом деле, в этом символе веры, так как он был написан в Никейском и Константинопольском соборе, и здесь мы находим множественное число. То есть, на самом деле, там написано «Веруем во единого Бога, Отца Вседрожителя» и так далее. И дальше, в этом тексте, везде используется множественное число. Например, «Исповедуем единое крещение, его оставление грехов, чаем воскресенье мертвых» и так далее. Почему мы сейчас его читаем в единственном числе? Потому что символ веры – это то, что христианин должен читать перед тем, как креститься. И там он крестится, конечно, индивидуально. Он. И потому, как сказать, вот это чисто так функционально, скажем так, вот это множественное число было заменено, но единственное число – верую, потому что каждый из нас индивидуально должен отвечать за свою веру. И если среди вас есть некрешенные, которые желают креститься перед Пасхой, вот и они будут читать эту молитву, символ веры, перекрещения. Но хотя мы ее, я повторяю, читаем сейчас в единственном числе, важно знать, что она, эта молитва, этот символ веры написаны во множественном числе. Потому что исповедание веры, то есть мы можем исповедовать нашу веру опять-таки вместе. И след этого остался, конечно, в божественной литургии, потому что те из вас, которые все-таки ходят регулярно на службу, знают, что перед чтением символа веры идет так называемое целование мира. И еще перед этим есть такой возглас, который говорит Диаколий священник, возлюбим друг друга, да единомыслим исповемый. То есть возлюбим друг друга, чтобы исповедовать вместе вот нашу веру. Нашу веру в Отца и Сына, с этого Духа и так далее. После этого идет целование мира, который, ну, скажем так, сейчас в большинстве храмов делается только в алтаре, только священнослужители между собой подходят друг к другу и говорят, Христос старший говорит, Христос после нас, младший отвечает, есть и будет. И в некоторых храмах все больше и больше, надо говорить, это делается всем народом. Вот эти два, если хотите, жеста и целования мира, Христос после нас, и еще вот этот возглас передеби, возлюбим, чтобы друг друга, чтобы исповедовать нашу веру, нам показывают, что и верою, и Отче наш, вот требуют с нас вот этого множественного числа. Но осознанно мы должны понять, что мы вместе молимся, вместе обращаемся к Богу, Отцу, в наших молитвах. Так, Отче наш, иже еси на небесах, то есть, который на небесах, если хотите, как здесь, сущий на небесах. Ну, здесь можно, ну, прежде всего, это говорит о том, что раз Бог на небесах, Он нас превосходит, Он гораздо больше нас, сильнее нас, это Его, если хотите, трансцендентность, то есть, то, что Бог несравненно больше, чем человек, то, что Бог не может понять, то, что человек не может понять Бога. Он наш Отец, Он нас любит, Христос наш брат, Он нас научил обратиться к Богу, как к Папе, скажем так, любящему Отцу, да, все это правда. И тем не менее, в начале этой молитвы мы видим, что мы говорим, что Отец наш на небесах, то есть, Он больше нас, мы не можем Его понять до конца. И слова из, в начале евхаристического канона, во время Божественной Литургии, как раз об этом и говорят, ты Бог неизречен, недоведом, невидим, непостижим, движим, да, мы не можем понять Бога до конца. И даже то, что мы о Нем знаем, вот подумайте, даже Троица, как мы ее понимаем, вот, Отец, Сын и Дух Святой, в общем-то, это образ, чтобы мы имели хоть какое-то представление о Боге. Вот каждый из нас знает, что такое быть сыном или дочерью, да, ну и каждый из нас понимает, что означает быть отцом или матерью, если не по собственному опыту, ну, потому что он воспитывается в какой-то семье, или, это наше человеческое представление, тогда мы можем понять, что Бог есть и Отец, и Сын. А вот Дух Святой, как мы Его понимаем? Вот каждый раз, когда мы называем имя Бога, мы одновременно говорим, что Он нам открывается, Он Сам являет Себя нам, Он нам объясняет, кто Он такой, но мы это понимаем только отчасти, только немного, потому что никто из нас не имеет никакого опыта о том, что означает быть Духом Святым. И то же самое вот молитва очень наша. Здесь нам постоянно показывает, что вот Бог близок, Он рядом, Он с тобой, но Он все-таки Бог, Он Господин Неба Земли. Одновременно вот эти небеса, о которых здесь идет речь, это как бы наша, ну, как наша настоящая Родина, как отчизна, скажем так. То есть, то место, где мы действительно, вот есть очень древний текст, один из самых первых текстs христианской литературы, такое письмо Диагнету, который говорит о том, как живут христиане. Это замечательный текст, где сказано, что они ничем не отличаются от других людей, они такие же, как и другие люди, но с другой стороны они отличаются. Они вот граждане своих стран, но одновременно они живут как-то где-то в другом месте. Вот это и есть, это другое место. Вот эти небеса, то есть, мы одновременно с вами здесь, но мы уже граждане другой страны, скажем так. Но досвятится имя Твое, это, безусловно, возглась Ветхого Завета, что означает, пусть пребудет в нас благоговение к Твоей священной тайне. досвятится имя Твое, означает, что мы признаем это имя Бога как святой. Досвятится имя Твое, означает, что мы просим Бога показать всем, что Он единственный, что Он нас собирает. И вот то же самое до прииди царства Твое. То есть, пусть это царство, мы же говорили, что оно здесь, оно среди нас. Но, видите, здесь используется будущее время, да придет, да придет. Поэтому это царство одновременно здесь, но не в полноте. Почему? Потому что грех и смерть не окончательно побеждены. Они побеждены Христом, но еще не нами. Поэтому вот это царство, оно есть, но оно должно как бы окончательно становиться, утвердиться, если хотите. И то же самое да будет воля Твоя на земле, как на небе. То есть, пусть исполнится Твой замысел. Мы ждем, когда Ты наконец можешь воцариться во всем Твоем творении. мы ждем исполнения Твоего замысла и так далее. Вот это первая часть этой молитвы. Затем идут наши прошения. Хлеб наш насушный, дай нам на сей день, дай нам сегодня. Это очень богатый текст. Но, во-первых, давайте начнем с конца. Дай нам на сей день. Почему только на сегодня? Почему еще не на завтра, на послезавтра и так далее? Вот именно здесь наша вера. Потому что мы уверены, что и завтра, и послезавтра Он будет заботиться о нас. То есть, мы, и здесь, конечно, отголосок, если хотите, проповедь Иисуса о том, что мы должны быть как птицы небесные, как лилии полевые, о которых заботится Господь. И они сами, как сказать, не знают озабоченности. Поэтому вот каждый раз, когда мы произносим вот эти слова «Хлеб наш на суши, дай нам на сей день, сегодня», тем самым мы говорим «Мы абсолютно уверены, что мы в твоих руках». И потому нам не надо обязательно иметь большого счета в банке или где-нибудь копить и так далее. Потому что это дело человека, который как раз не верит, который не доверяется. вот ребенку, когда он как раз на руках у матери, вот тот самый ребенок, о котором мы говорили в начале, он доверяется. Это вот удивительно. Он не заботится ни о завтрашнем, ни о том, что он будет делать через неделю, месяц, год и так далее. Но вообще ни о чем не заботится. Ему хорошо от того, что он на руках у матери. Вот удивительно. мама идет с ребенком, а ребенок не спрашивает, почему мы пошли туда, а не сюда, почему мы... Вот он абсолютно доверяется. Вот это доверие и, кстати говоря, вера, еврейское слово, вера, имуна, слово откуда аминь, означает именно доверие. Вот мы верим в Бога, если мы доверяемся. Еще, конечно, этот хлеб насущный безусловно напоминает манну в пустыне. любой благочестивый иудей, читая этот текст, вот и апостолы, когда они впервые услышали от Господа, не могли не вспоминать манну в пустыне, как Господь накормил свой народ, как он был рядом. И еще хлеб насущный. Вот это насущный отцы церкви первых веков комментируют очень подробно, что за насущный, тот, который абсолютно необходим для существования. А, конечно, можно понять, что вот необходимо не больше, вот то, что нужно как раз для того, чтобы сегодня жить, и в этом смысле это согласуется с этим днесь, то есть сегодня, который в конце. Но насущный хлеб, конечно, отцы церкви много говорят об Евхаристии. Вот это он и есть хлеб, в Евхаристии есть и хлеб, который нам необходим для нашей жизни, прежде всего духовной. Дальше, и прости нам долги наши, как мы прощаем дожныкам нашим. Тут, во-первых, такой порядок предложения не должен нас обмануть. Что означает прости, как мы прощаем? То есть, раз мы прощаем, то и ты нас прости. Это не совсем так, потому что Бог всегда любит первым. то есть, мы не можем сказать Богу, вот мы такие молодцы, и потому ты прости наши грехи. Да нет, он прощает наши грехи, даже когда мы совсем не молодцы. Он всегда делает первый шаг к нам навстречу, вот как тот самый отец из притчи о блудном сыне. Это, скорее, наоборот, означает, что мы подражаем тебе. Мы знаем, что ты простишь наши грехи, и потому мы не можем не простить долги. И это второй момент. Здесь о грехах не идет речь. Здесь не написано «и прости нам прегрешение наше», да, а именно долги. А это что за долги? Может быть, можно это понять и в более положительном смысле, ведь христианство – это не только не совершать грехов. Христианство – это доброделание. Вот мы, я очень часто об этом говорю, мне кажется, мы часто, как сказать, не в полноте понимаем нашу веру. Очень часто, даже священники во время проповеди, да, когда такие, ну, правоучительные такие проповеди и так далее, как будто смысл христианской жизни, в том, чтобы не согрешить, да, ничего подобного, это меньше половины. Главное в христианской жизни – это любить ближнего. Это мы видим в притче о страшном суде, когда как раз о грехах не идет речь вовсе. А там вот этот критерий, если хотите, это алкал я, и вы накормили или не накормили меня, жаждал, вы напоили или не напоили меня. И там ни о каких грехах не идет речь. Поэтому в чем долг наш? Вот эти долги, о которых мы говорим, как раз в этом. Первый долг в том, это наша ответная любовь. Вот Бог нас любит, а любим ли мы Его? И для того, чтобы любить Его, любим ли мы наших ближних? Вот об этом скорее идет речь. не только о грехах. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Это означает, безусловно, огради нас от зла. То есть не остави нас, не бросай нас, когда мы находимся в трудностях, в испытаниях, в искушениях и так далее. Но мы знаем, что и Христос прошел через опыт искушения. Мы это видели в пустыне и не только, и в конце жизни. Очевидно, это гефсиманское борение, это и было, скажем, опыт искушения тоже. И не только. Мы видели и увидим сегодня, что он прошел через еще более страшный опыт, опыт богооставленности, именно когда человек не чувствует близости Бога. И вот как раз Господь, который прошел через опыт и, через этот опыт, нам нас учили вот говорить такие слова. Не веди нас свое искушение, он избавит нас от лукавого. Здесь не надо, вот иногда какие-то люди как раз недоумевают, как же так, как может Бог нас вести в искушение. Во-первых, начнем с того, что искушение и испытание это одно фактически слово. Искушает ли нас Бог? Испытывает ли нас Бог? Вот скорее испытывает. то есть скорее есть обстоятельства, в которых мы, тут трудно сказать, создаются ли они специально, они, может быть, они возникают. Все-таки Бог уважает нашу свободу, свободу окружающих нас людей. Вообще-то Он уважает свободу даже природы. Вот когда люди недоумевают, почему землетрясение, допустим, да? Но Бог уважает природу вообще всего мироздания. но есть и ситуации, которые для нас могут быть испытаниями, то есть в которых проявляется наша вера, наше доверие Богу. отец Александр Мин написал «Величие человека как образа и подобия Творца в том, что он может стать участником созидания Царства. Когда победа над злом будет полной, тогда осуществится то, чего жаждали и что приближали миллионы разумных существ. Все самое прекрасное созданное ими войдет в вечное Царство. Наступит эра сынов Божьих, которую лишь в отдаленных подобиях описывала Библия». А дальше он говорит, «Однако уже и теперь в этом несовершенном полном ужасе и страдании веки, то есть в этом мире, в это время полный ужас и страданий, сила и слава грядущего могут быть обретены. Иисус говорит, что Его ученики увидят Царство еще в этой жизни. Вот это Царство пришло на земле в лице Сына Человеческого, говорит Отец Александр, в Его благовести, в Его торжестве над смертью и явлений Духа. И вот смысл христианской жизни как раз в этом. Мы знаем, что победа уже была, но нам пока она не явилась в полноте. Отец Александр еще пишет, «Свет царства горит вдали, но в то же время отблизки его рядом с нами простых вещах и событиях жизни в радости скорби, самотверженности и одолении соблазнов, предчувствия его в цветах, в весенней природе, в радуге, красок и в музыке, светлой, смелой мечте и творчестве и так далее. Вот это тот предвкус, если хотите, спасения и вечность, который у нас может быть уже сегодня, именно потому, что Царство Божие посреди нас, что оно уже здесь. Ну вот, как я уже сказал, если это Царство является нам сегодня, если оно являлось для учеников во время земной жизни Иисуса, через его проповедь, его чудеса, то установилось это Царство прежде всего благодаря его смерти и воскресению. Мы видим в Евангелии, если вот читать все четыре Евангелия, что в какой-то момент своей земной жизни Иисус чувствует совершенно четко, ясно, что приближается, как Он говорит, час. То есть, приближается час страдания. когда мы говорили о чудесах, мы видели, что очень часто Иисус запрещал тем, кто получали исцеление, например, об этом рассказывая. Очень часто Он говорит, не рассказывай никому, никому не говори и так далее. С другой стороны, видим, что Он не скрывает, что Он имеет власть, что Он говорит, как человек, имеющий власть. Вот так написано в Евангелии. Притом, вот я сказал, Он считает себя больше пророков. Если пророки начинают свои пророчества такими словами, так говорит Господь, и потом то, что они слышали, было им передано Богом, то Иисус так не говорит. Он говорит, я говорю вам. Мало того, или вот аминь, аминь, говорю вам. Мало того, вот как я уже сказал, Он очень часто в каком-то смысле противопоставляет себя закону. То есть, вы слышали, что сказано так и так, а вот я говорю вам, и вот что-то обычно более требовательно. Он категоричен. Он говорит, кто не со мной, тот против меня, кто не собирается со мной, тот растачает. Также говорит, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую, и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня при длине, отрекусь от того, и я перед Отцом моим небесным. Он говорит, все предано мне Отцом моим, и никто не знает сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сима, и кому Сын хочет открыть. Я уже протестировал это место. То есть, все это нам показывает, что он претендует на уникальное отношение к Богу Отцу, и он себя понимает, как вот единородного Сына. очень часто в Евангелии мы видим такой вопрос, который повторяется, ну, в Евангелии от Марка больше всего, но и не только. Кто это? Кто сей есть? Кто же сей, что и ветер, и море повинуется ему? И даже в конце вот его жизни его спросят, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты, Христос, скажи нам прямо. А он, в общем-то, прямо говорит об этом. Иногда сам он спрашивает, что о нем думают. Вот, например, в Евангелии от Марка видим, находим такое место, по дороге он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. А он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Вот видите, здесь то же самое. Он запрещает говорить, но с другой стороны задает вопрос. Хочешь, чтобы, по крайней мере, апостоль, ближайшие, самые близкие вы ученики понимали, кто он. Самое интересное, когда Петр сказал это, мы видим в Евангелии от Марка, Иисус дальше говорит, начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейщинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. То есть, он понимал, что он идет навстречу смерти и говорит об этом ученикам. И вот тут Петр отозвал его и стал прикословить. И тогда Иисус, как написано в Евангелии, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Иисус очень часто в Евангелии использует по отношению к себе один эпитет, такой Сын Человеческий. Он ссылается, конечно, на пророка Данила, который сказал, видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и поведем был к Нему. И Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владичество Его, Владичество Вечное, которое не прийдет, и Царство Его не разрушится. Вот это пророк Даниил говорит о Сыне Человеческом. Но сам Христос, когда называет Себя Сыном Человеческим, безусловно, претендует на власть, вот как здесь написано о том, что Царство Его не будет конца, но, с другой стороны, Он явно дает нам понять, что эта власть есть жертвенность. Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, что означает жизнь свою, для искупления многих. Вот это Его власть. Его власть есть жертвенность, способность отдать жизни, если хотите. Очевидно, Иисус отождествляет себя с другим пророчеством пророка Исаия, который говорит о уничижении отрока, то есть раба, если хотите, слуги Господа. И пророк Исаия говорит следующие слова. Нет в нем в этом служителе, если хотите, Господне, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален перед людьми. муж скорбей и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу и Господь возложил на него грехи всех нас. Вот это главное пророчество, которое нам объясняет смысл страдания Христа. Помните, что первый вот кто как только начинается проповедь, общественная проповедь Господа, вот Иоанн Креститель, глядя на него, указывая на него, говорит, сей есть агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть именно то, о чем говорит здесь пророк Исаия. Я сказал, когда мы говорили о Священном Писании, что все четыре Евангелия в общем-то родились вокруг рассказов о страстях и воскресении Господа. Остальное это, видимо, как вам сказать, как иллюстрация, комментарии, или более, прежде всего и скорее всего самые древние части Евангелия это именно рассказ о смерти и воскресении, о страстях. Это видно даже чисто, как вам сказать, при литературном анализе. Вот четыре Евангелия, они достаточно разные, а вот как дело доходит до страстей Господних, они становятся намного ближе между собой. Вот удивительным образом Евангелие от Иоанна, который сильно отличается от трех остальных, вот в рассказе о страстях они очень близки, они, видимо, вот самая древняя часть Евангелия, вот рассказ о страстях и воскресении Господа, видимо, первое, второе поколение верующих христиан, они сохранили и, во-первых, меняется интонация, во-вторых, появляется огромное количество подробностей, деталей, вот все описания намного более четкие, мы знаем больше всего о последних днях жизни Иисуса Христа, гораздо больше, чем о 33 предыдущих годах. Я сказал, что вот Иисус говорит, приближается час, и даже Мистан говорит, пришел час, поэтому он знает, что вот начинаются трудности, он также знает, что страдать ему надлежит в Иерусалиме, потому что он сказал, не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Есть в Евангелии от Марка 10 глава, нам рассказывает о том, как Иисус с учениками идут в сторону Иерусалима, и здесь Иисус дает понять ученикам, что он идет умирать. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. То есть, они чувствуют, что что-то происходит страшного. Подозвать 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. То есть, он им сказал все с самого начала. Перед этим Господь преобразуется в присутствие самых близких учеников. Вот это праздник преображения, последний перед, вот, входом Господа в Иерусалим, перед началом страстей. И вот очень интересно, что в православных гимнах, вот, и в тропаре, в кондаке этого праздника, объясняется смысл праздника. Вот тропарь праздника преображения говорит, «Ты, Христе Божий, преобразился на горе, показав ученикам свою, ученикам славу свою, насколько они могли ее видеть». И вот кондак еще лучше нам объясняет, «На горе преобразился ты, и насколько могли вместить ученики твои, они славу твою Христе Божий созерцали». Вот все то же самое. Насколько возможно ли понять славу Божию, возможно ли увидеть свет, который нематериальный, духовный свет. Вот об этом целое поколение в основном монахов вот говорили, писали и так далее. Вот насколько они могли, они видели эту славу. Для чего? И вот дальше кондак говорит, «Чтобы, когда тебя увидят распинаемым, уразумели, что твое страдание добровольное». Вот смысл действительно славы. То есть он показал славу, чтобы они понимали, что он мог избежать страдания, смерти, но он добровольно шел навстречу смерти. В Евангелии атмосфея мы читаем, «Когда сходили они с горы, Иисус запретил им, то есть ученикам, говоря, никому не сказывайте, вот после преображения, о всем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики, как же книжники тогда говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? О чем здесь идет речь? Они понимают, что разум говорит о смерти и о воскресении, о таком удивительной вещи, такой удивительной вещь, как воскресение, то, видимо, исполняется пророчество. Но вот пророки говорили, что сначала Илья должен прийти. И Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, говорит Евангелес Матфей, что он говорит им об Иоанне крестителе. И в Евангелии от Марка правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну человеческому, как написано о нем, належит много пострадать и быть уничижену. Иисус во время своей проповеди видимо стал раздражать очень многие священноначалье церкви Ветхого Завета больше всего книжники, отчасти фарисеи и так далее, они не принимали его проповедь. И как раз они и осудили его. Но среди его, скажем так, врагов были саддукей, которые тогда контролировали Иерусалимский храм. Это были такие, скажем, старшина народа, люди влиятельные, довольно богатые в том числе. Были и фарисеи, которые имели очень большое влияние в разных синагогах. Хотя и некоторые фарисеи симпатизировали Иисусу. Когда перед тем, как идти навстречу смерти, как вы знаете, Господь совершил Евхаристию. Здесь об этом, видимо, мы можем только вкратце говорить. Безусловно, Евхаристия, так как мы ее служим до сих пор, повторяет отчасти обряд, который существовал уже до Христа, и это именно пасхальный обряд, который назывался Седер, то есть, когда в воспоминании о избавлении, если хотите, освобождении народа из плена Египета, каждый год собиралась семья, и там был, если хотите, очень четкий как бы сценарий этого праздника, то есть, старший, но отец семейства должен был рассказывать молодым детям, молодым поколениям о том, что совершил Господь, как Он освободил свой народ, и вот этот рассказ происходил в виде вопросов и ответов, то есть, дети или младшие должны были задавать вопросы, и старший отвечал, поэтому мы это находим в Евангелии четко, особенно в Евангелии от Иоанна, вот ученики задают разные вопросы Иисусу, это не простой разговор, это именно вот соблюдение, если хотите, этого ритуала, праздника, вот младшие задают вопросы, и если помните, там в какой-то момент Иисус говорит, в тот день вы больше не будете спрашивать меня ни о чем, вот и это как бы к этому относится, но мы с вами видели, когда разбирали притчи о том, что мы видели, что очень часто во многих притчах идет речь о том, что вот организуется некий пир, что какой-то человек приглашает каких-то гостей к себе что-то праздновать, в какой-то пир и так далее. И кроме того, мы видели много раз в Евангелии, что сам Господь идет в гости к разным людям, вот к Захею, к Петру, к Матфею и так далее. И очень часто идет в гости именно к грешникам. Ровно так же, как и в притчах, сначала приглашаются, ну, скажем, почетных гостей, хороших и так далее. А потом, как правило, почти во всех этих притчах приглашаются самых неприглядных, самых вот тех, кого никто не приглашает к себе. Это, конечно, образ, который нам говорит о том, что вот мы все с вами приглашены. И вот здесь перед тем, как отдать конкретно жизнь за нас, Господь установил Евхаристию именно как пир, как пир любви. Только здесь вот этот пир отличается тем, что он, вот, если хотите, хозяин, гость, который приглашает других, он отдает себя как пищу. Вот в этом самое удивительное в Таинстве, в Харисти и в рассказе о Тайне Вечери. Рассказ о первой Евхаристии содержится в Евангелиях и в посланиях апостола Павла. Вот, если взять Евангелие от Луки, Лука рассказывает, взяв хлеб и благодарив, преломил, подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Вот это те слова, которые священник повторяет каждый раз во время Божественной Литургии. Ну, во-первых, здесь Господь, как старший, как это и было в, если хотите, в этом и в традиции, можно сказать, в этом священодействии уже Ветхого Завета, Седер, старший не только должен был рассказывать, но и он должен был преломлять хлеб, то есть ломать хлеб, если хотите, разделить и раздать всем. Это то, что Господь делает. И потому мы понимаем, что вот это чудо о умножении хлебов, которое дважды нам рассказывает, например, евангелист Иоанн, на самом деле здесь идет речь, но про образ, если хотите, именно в Харистии. То есть он преломляет эти хлебы, он дает ученикам, ученики дают народу. Это абсолютно то, что происходит на каждой Божественной Литургии. хлеб и вино. Во-первых, хлеб и вино – это то, что Бог дает нам. Это Его дары. Но это Его дары после того, как человек потрудился. Это не зерно и виноград, а именно хлеб и вино. То есть это то, что мы получаем от Бога, но и наше участие, если хотите, наш труд, наша работа. Потом, хлеб – это, понятно, это самое основное, это основная пища фактически для всех народов. Во всяком случае, все народы древности, ну, скажем, средиземноморской цивилизации, вот хлеб – это самое важное. А вино – это не необходимо. Вино – это то, что, ну, скажем, выражает еще и праздник и в каком-то смысле изобилие. Можно жить, без хлеба нельзя жить, а без вина можно жить. Но вино, если хотите, это радость, это праздник, это вот изобилие. И вот интересно, что если Господь умножал хлебы, как я сказал, вот это чудо, то самое первое его чудо – это в Кане Галилейской, наоборот, когда он менял воду в вино. Вот, казалось бы, такое как-то малополезное чудо, но чудо, которое выражает как раз то, что он пришел для полноты нашей радости. Он пришел нам давать не только необходимо, а именно полноту. И вот здесь хлеб и вино, которые должны были быть уже в ритуале, если хотите, седр, вот хлеб и вино здесь становятся, вместо хлеба будет его плоть, вместо вина будет его кровь, то есть он сам, его жизнь. И вот, если мы смотрим на всю жизнь, земную жизнь Спасителя, в течение всей жизни он проповедовал, он все делал для того, чтобы люди поняли, кто есть отец его. И кроме того, он выражает свое сострадание. Почему он совершает чудеса? Потому что он сострадает людям, потому что он хочет помочь людям и так далее. То есть он словом и делом явил нам любовь, любовь отца. А вот сейчас эта любовь достигает вершины, то есть он оставляет себя как пищу. еще, конечно, важно здесь омовение ног ученикам. Вы помните, что во время вот этого вечеря с учениками Иисус омыл им ноги. А потом он сказал, кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий. То есть здесь, что здесь важно? Пример. Пример того, чего, к сожалению, очень часто не хватает в нашей жизни и в церкви, что вот первый должен быть последний, первый должен быть всем слугой, как говорит Господь. И после всего, после омовения ног и после Евхаристии он сказал, сие творите в мое воспоминание. То есть он нас призывает повторять то, что делал он. Теперь вот какие события? Ну, мы знаем, как после Евхаристии стали развиваться, скажем так, события, предательства Иуды, потом, как задержали Иисуса в Гефсиманской саду, потом, как издевались над ним солдаты и так далее, как потом был суд сначала первосвященников, потом Синедрион, потом они обвиняют его в том, что он же пророк, но чтобы его убить, вот эта аргументация была очень слабая, потому что, конечно, казнить могли только римляне, а римляне не стали бы казнить человека за то, что он, но имеет какие-то свои, скажем так, религиозные взгляды, им было абсолютно все равно, поэтому надо было найти другое обвинение, и поэтому как бы обвинение меняется, его обвиняют, и вот тут идет очень длинный рассказ о том, как Господь находится перед Пилатом, и мы видим, что Пилат все делает для того, чтобы его освободить фактически, но об этом может быть потом, и это удивительно, потому что мы достаточно много знаем о Пилате, помимо Евангелия есть очень много источников римских, которые нам говорят о том, что он был абсолютно беспошадным, он был очень такой кровожадным человеком, то есть, и кроме того, абсолютно коррумпированный, и очень часто были жалобы, поступали в Рим жалобы о том, что вот он готов был все делать за деньги и так далее, и вот мы видим, что перед, когда перед ним находится Иисус, Пилат наоборот все делает для того, чтобы его освободить, может быть, специально он хочет показать, сейчас я буду безупречным, но у него это не получается, потом он еще отсылает Иисуса к Ироду, а Ирод по-другому, он издевается над Иисусом, потом Иисус возвращается к Пилату, и вот тут первосвященники находят другое обвинение, на этот раз намного более весомое для римлян, они говорят, что он назвал себя царем иудеев, раз он царь, раз он претендует на какую-то царскую власть, то он опасен, то он политический преступник, он покушается на власть Рима, и тогда Пилат не может не реагировать, тем более, что первосвященники его откровенно шантажируют, то есть если ты, значит ты не друг Цезаря, это откровенный шантаж, то есть мы на тебя, ну, как вот могли бы мы сегодня сказать, особенно в постсоветское время, мы напишем донос на тебя, смотри, что вот тут политический преступник, который претендует на царскую власть, ты не можешь не реагировать, а то ты не друг Цезаря, и тогда Пилат понимает, что здесь речь идет о его собственной карьере, и он, конечно, осуждает Иисуса, потом о том, как его распинают, сначала бичевание, потом он идет к Голгофе, потом его распинают, и мы знаем, что такая смерть через распятие, один смысл – это тот, который дают римляне этой смерти, крест – это всего лишь инструмент пыток для римлян, но для иудеев это имело совсем другое значение, это значение некого проклятия со стороны Бога, и потом его смерть собственно и так далее. Очень интересно, что на фоне страстей Господней евангельский рассказ нам показывает действия других людей, если хотите, второстепенных героев, в кавычках, те, которые играют другие роли, не главные. И вот как раз это и есть, и здесь мы можем найти фактически все человеческие страсти, все разные модели поведения. Вот, например, мы видим, допустим, слабость Петра, мы видим, наоборот, щедрость и любовь женщин и Иоанн, которые остаются рядом с крестом, потом, ну, Пилат, я уже говорил, человек, который хочет спасти свою карьеру, Ирод, который хочет просто развлечься, потом видим жестокость солдат, хитрость Синедриона, вот такая казуистика, вот, который в конце концов они находят единственное обвинение, которое имеет какое-то значение для римлян, то, что он назвал себя царом юдейским. Вот, поэтому, вот, модели, если хотите, человеческого поведения, и вот, одновременно этот рассказ нам показывает самые разные проявления человеческого страдания. Ну, во-первых, физическое страдание, боль, да, ну, бичевание и так далее, ну, само, когда его распинают и так далее. Потом психологическое страдание, вот, например, гефсиманское барение, такое искушение, такое испытание, вот доверяться ли отцу или нет, как страх смерти, это психологическое страдание, безусловно. потом всякие унижения, как вот само осуждение, конечно, меня всегда поражает, как вот судья мира, как его осудили, и кто его осудил? Вот такой человек, как Пилат, который был абсолютно коррумпированный, вот, как часто мы жалуемся, мы, вот, кто-то нас осуждает, в общем, не к смерти и казни, но осуждает кто-то, мы думаем, а какое он имеет право, он же хуже меня, а вот Христа осудил вот такой человек, как Пилат. Поэтому, вот, всякие унижения, терновый венец и баграница, это издевательство, это очень-таки жестокие издевательства, бичевание и так далее, помимо физической боли, это именно унижение, поэтому мы видим, что есть физическое страдание, психологическое, если хотите, душевное и одновременно духовное, а духовное, оно, страдание Христа, достигает, если хотите, вершины именно в этом опыте богооставленности. Евангелие от Марка «В шестом часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого». В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элуи, Элуи, ла масса вахфани», что означает «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил». И вот что интересно, мы видели, что Иисус чувствует, что приближается час, Он говорит об этом, я уже несколько раз подчеркивал. Он сказал, что настал час, пришел час, и перед этим Он сказал еще такие слова, вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». То есть, Он предчувствовал страдания, но Он уверен, что Он не один. А вот тут Он кричит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот в противоположности. Так мало того, мы с вами видели, что Он сказал, что только Сын увидел Отца. Он сказал, «Я и Отец один, едины». Он сказал, «Столько времени я с вами, ты меня не знаешь, Филипп, кто видел меня, тот увидел Отца». Он еще сказал, «Да будься едино, как ты, отче, во мне, и я в тебе». А тут Он кричит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Во-первых, это единственное место, где Иисус называет Бога Богом, а не Отцом. То есть, как будто Он перестал чувствовать именно любовь. Он уже для Него Бог, а не Отец. Во-вторых, мы, как христиане, безусловно, считаем, что Он был Богом, сам Христос. И Он обращается к Богу, вот как это нечто, которое внешнее теперь, уже не внутреннее. Он как будто отделяет себя от Бога, или точнее, Он чувствует, что Бог его оставил, что Он отделил его от себя. Вот я лично глубоко убежден, что вот этот опыт Богооставленности, который пережил Христос, нам невозможно его понять до конца. Мы можем только себе представить, насколько это страшно. Это, если хотите, как раздвоение личности. Бог, который говорит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот это, кстати, такие верующие психиатры говорят, что вот этот опыт напоминает именно шизофрению, то есть раздвоение личности. Одновременно это вот тьма сомнения, неверия. Мы бы могли сказать даже атеизма в этимологическом смысле, то есть быть без Бога. Есть замечательные слова и комментарии этому месту в Евангелии, которые вот один комментарий написал отец Сергий Булгаков. Этот текст называется «Софиология смерти». Там он говорит о том, что в этот момент образуется некая трещина, некий вот происходит какой-то перелом, который вот мы знаем, что Бог един в трех лицах, а тут одно лицо, которое говорит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Замечательные слова написал Владимир Антоний Сурожский об этой богооставленности, как о высшей мере солидарности Бога с нами. Он не только стал, скажем, человеком, он не только стал таким, каким мы, но он стал брошенным Богом человеком. Вот такой парадокс. Как понять, это место? Вот что-то мы можем понять, ну, издалека себе представить, что это такое. Вот внимательно читая Евангелие от Матфея, когда после этого, после того, как он нам приводит эти слова, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? простите, я сначала еще скажу две вещи в скобках, что вот эти слова, например, вот мы читали сначала из Евангелия от Марка, где эти слова переводятся в еврейском языке литературном, а вот Матфей приводят их в арамейском языке, то есть был перевод, если хотеть, официальный текст Библии на еврейском, а вот эти слова взяты на самом деле из Псалма, из 21-го Псалма. Так вот, 21-й Псалм безусловно евреи читали на еврейском языке, а здесь Иисус, по крайней мере, в Евангелии от Марка, от Матфея их произносит на диалекте, на том языке, как мы видели, на котором он обращается к Богу Отцу. Поэтому одновременно он говорит об оставленности, но все-таки продолжает обращаться к нему на народном языке, на семейном языке. Потом, это слова из Псалмы, из Псалма, конечно, поэтому неудивительно, что здесь не Отец, а Бог, но, безусловно, Иисус в этот момент делает их своими. Эти слова выражают именно то, что переживает он. Поэтому это не просто, ну, цитата так, поэтому, вот, Боже мой, а не Отец мой. Нет, это именно то, что он переживает. И вот то, что Матфей, например, их приводит на арамейском, подчеркивает еще, что это именно его опыт. так вот, после этого, евангелист Матфей пишет, Иисус же, опять, возопив громким голосом, испустил дух, и вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов, по воскресенье его вошли в святый град, и явились многие. То же самое примерно пишет и в английском Лука о том, что возовеса в храме раздралась до посередине. Что за завеса? Мы знаем, что в иерусалимском храме было место, которое называлось Святой Святых. Это место Божьего присутствия. Это отдельная часть храма, где куда только первосвященник мог раз в год войти в это пространство, чтобы принести жертву как раз за грехи народа. И вот эта завеса, которая отделяет это место от остальных частей, скажем, храма, вот она раздралась. то есть она не просто приоткрылась, а появилось некое отверстие. Безусловно, это символ вот через свою смерть, через вот эту, если хотите, тьму Богу оставленность, Иисус Христос снял вот эти все барьеры между Богом и человеком. Вот теперь мы можем приблизиться к Нему, теперь мы можем войти в это святое святых, в это пространство. Вот теперь уже нет никакого разделения, нет никакой барьеры между священным пространством и всем остальным миром. Вы знаете, что в православном храме есть завеса, которая вот как раз и закрывается в разные моменты божественной литургии или открывается, закрывается и так далее. И почему она? Вот в данном случае завеса, она есть символ самого Христа. Вот апостол Павел нам говорит так в послании евреям. Крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть через Его плоть. Вот эта завеса есть плоть Иисуса Христа, есть Сам Иисус Христос. Если мы так это понимаем, то это не преграда, не барьера между нами и Богом, а наоборот, это наш, если хотите, посредник, единственный посредник, который может быть между нами и Богом Христос. Вот Христос есть вот эта завеса, есть тот, который между нами и Богом. Потом, то, что вот она раздралась, конечно, это намек и на то, что мы видим во время крещения Господа в Ярдане, когда Йоанн увидел разверзающиеся небеса написано. Вот то же самое, они открываются. И вот голос, который говорит, сей и сын мой возлюбленный, в который мое благоволение. Вот это развернулись, если хотите, небеса, что написано в Евангелии, когда речь идет о крещении Господне. На самом деле, означает не просто открылись, а именно широко раскрыться, раздвинуться, если хотите. Вот это и раздвинуться, образуя вот некое отверстие, некое. Вот то же самое мы находим, например, уже как образ во всех иконах Воскресения. Вот Воскресение икона Анастасис или, если хотите, Сашествия Вуад, как для нас более привычно. Вот это единственный способ изобразить Воскресение Господне. Что означает? Он спустился в ад. И может быть, как раз это спускаться в ад и есть этот страшный опыт Богооставленности. Вот это настоящий ад. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу», пишет апостол Петр в своем первом послании, «однажды пострадав за грехи наши, праведных за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, чтобы он и находящимся в темнице духом сойдя, проповедовал». Вот это и есть сошествие в ад. Он спустился в ад, чтобы проповедовать. И вот таким образом, как вы видите во многих иконах, изображается еще сошествие в ад тем, что врата ада находятся под ногами Иисуса. Он их сломал, вот как и раздалась вот эта завеса, как развернулись небеса во время его крещения. То есть это все один и тот же образ о том, что ад побежден, о том, что смерть побеждена. Вот здесь вы видите врата ада, да, вот под ногами воскресшего Христа. И обо всем этом говорит, например, огласительное слово Иоанна Златоустого, которое мы читаем каждый год именно в ночь, пасхальную ночь. «Никто не бойся смерти, ибо освободило нас спас его смерть. Объятый смертью, он угасил смерть. Сошед во ад, он пленил ад и огорчил того, кто коснулся его плоти». И так далее. Вот такой сильнейший образ вот этой проповеди Иоанна Златоустого. «Огорчился ад, ибо упразднен, огорчился, ибо осмеян». Вот издевались над Христом, скажем, вот границей, венцом и так далее, а здесь ад осмеян, огорчился, ибо умершвлен. Вот умертвили Спасителя, но на самом деле это Он умертвил ад. Огорчился, ибо низложен, огорчился, ибо связан, то есть стал пленником воскрейшего Христа. «Взял тело, а прикоснулся Бога, принял землю, а нашел в нем небо». То есть как ад взял тело Христа, но так как это тело Бога, он нашел не землю, не смерть, не тление, а небо, вечность. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. И дальше вот известнейшие слова смерти, где твою жало, ад, где твоя победа и так далее. Вот воскресение Христа победил, победила смерть и тленность. Ну, давайте быстрее. Такой вопрос, вот кто все-таки виноват смертью Иисуса? Вот, не знаю, только ли Иуда, который предал его, или фарисей, который обвинили, или Синедрион, который первосвященники, или Пилат, и так далее. Новый Завет нам показывает парадоксальную вещь. Павел пишет, Христос умер за грехи наши по Писанию. Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Вот это выражение по Писанию означает по замыслю Божьему, по воле Божией. И в послании к Галатам апостол Павел пишет, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе. Вот это смысл, который иудей предавали распятию. То есть, когда Риме распинали по политическим причинам, скажем так, а для иудеев раз написано было так проклят всяк, висящий на дереве, вот висящий на дереве был человек распятый, и потому он проклят. А вот Христос взял на себя это проклинание, если хотите. В послании к Орифианам пишет апостол Павел «Незнавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». И апостол Петр в первом послании «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». И тут тоже, конечно, скрыта цитата пророчества Исаия, о котором мы говорили. «Ибо вы были как овцы блуждающие, то есть, которые не имеют пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вот в этом смысл смерти Христа. Он взял на себя наши грехи, и он пострадал, если хотите, вместо нас, вместо каждого и каждого из нас. Но он победил своей смертью, он победил смерть, вот это есть главное пасхальное песнопение, да, смертью смерть поправ, то есть, как раз своей смертью он победил, попирал, если хотите, смерть. ну и давайте все-таки о Пасхе и потом заканчиваем, потому что я хотел бы покороче, буду стараться все-таки не очень долго. Вот, Пасха, безусловно, это центр нашей веры. Я хочу сказать, что вот если в четырех Евангелиях меняется повествование, стиль и так далее, интонация, если хотите, когда речь начинается о страстях Господних, еще раз меняется интонация, как только начнутся, начинаются рассказы о воскресении. Почему? Потому что чувствуется, что авторы хотят нам передать их опыт общения с воскресшим. Собственно говоря, рассказ о воскресении, то есть о том, как это произошло, мы не находим нигде, никто не видел. Это как и на иконах, мы не изображаем славу Его. Видите, как и в песнопениях мы видели и в Тропаре, Кондаке преображение. Славу Божию мы не можем ни видеть, ни рассказывать. Только вот какие-то образы. намеки, если хотите. Вот потому сошествие в ад. А что нам рассказывают? Нам рассказывают, если хотите, впечатления тех, кто увидел воскресшего Христа. И здесь, конечно, первое, что бросается в глаза, когда читаешь Евангелие, вот Иисус умер на кресте, как преступник, его положили в пустой гроб, который дал богатый человек. И кажется, что вот все закончено. И апостолы, ученики, в полном страхе, они прячутся. И вот вдруг все меняется. И вот эти люди, которые так боялись, буквально через несколько дней, они начинают проповедовать. Они боялись, когда его арестовали Христа, задержали Христа. А вот прошло неделю, несколько дней, и они начинают совершенно смело проповедовать, при том, в самом храме Иерусалимском. Отец Александр Менин написал, в тот самый момент, когда церковь, едва зародившись, казалось, навсегда погибла, когда здание, возведенное Иисусом, лежало в развалинах, а его ученики потеряли веру, все внезапно коренным образом меняется. Ликующая радость приходит на смену отчаянию и безнадежности. Те, кто только что покинут Учителя и отрекся от Него, смело возвещают о победе Сына Божия. То есть, это нам показывает, что что-то произошло, что-то вот абсолютно удивительно. А вот что произошло? Вот воскресенье, а затем явление, явление воскресшего Христа Марии Магдалини, Петру, вот двум ученикам, которые шли в селение Эмаус, затем всем ученикам и так далее. апостол Павел написал, я передал вам, во-первых, то, что я и принял, что Христос умер за грехи наши по Писаниям, и что Он погребен, и что Он воздвигнут в третий день по Писаниям, и что Он явился к Кифе, то есть Петру. Потом двенадцать, и затем свыше, чем пяти ста братьям одновременно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Затем явился Якову, то есть брату своему, который затем стал первым епископом Иерусалима. Потом всем апостолам, а после всех явился и мне. Вот фактически в Евангелии есть рассказ об этом, то есть о том удивительном опыте, если хотите, встреча именно с воскресшим Христом. О том, как они Его видели, о том, как они с Ним общались. Безусловно, воскресение Христа – это главное в нашей вере. Вот апостол Павел говорит, если Христос не восстал, то тщетна наша проповедь, тщетна и вера наша. Но он написал в послании Коринфианам тоже удивительные слова. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, то есть через одного человека, так через человека и воскресение мертвых. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовый в пришествии Его, а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, тогда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царство, если доколе не зложит всех врагов под ноги свои, а последний же враг истребится смерти». Вот это, если хотите, главное содержание христианской веры. Христос взял на себя наши грехи, Он пострадал и умер за нас. Но это все Он делал по Писанию, то есть по воле Божией. А затем Он воскрес, но не только Он воскресе. Что означает первенец? Означает, что там есть и другие. Вот Он первый Сын. Но мы видели, хотя Его Сыновство отличается от нашего, но все-таки и мы можем обращаться к Богу, как к Авве. Так же и здесь. Вот Он воскрес, но и мы воскреснем. Притом еще вы знаете, что была такая традиция, которую мы видим следы этой традиции в Новом Завете, что первенец, первый Сын посвящается Богу. Вот, кстати говоря, Сретение праздника, который только что был, вот, когда первый Сын, вот, все благочестивые иудеи, они посвящали, но образ такой посвящает первого Сына Богу. Почему первого Сына? Вообще-то первый означает и все остальные, как-то в Нем, через Него. Но это мы еще более ясно видим, если обратим внимание на то, что вот это слово первенец, греческое слово, означает не только первый Сын, а вот, например, первые плоды урожая, это же слово. Поэтому это место можно и так переводить, что вот Христос воскрес из мертвых, как первый плод урожая. А вот урожай это мы с вами, он первый плод. И мы знаем, что здесь была традиция, в общем-то, у всех древних народов посвящить Богу как раз первые плоды урожая. И первые плоды урожая мы знаем не только потому, что на рынке они самые дорогие, когда появляются какие-нибудь овощи, фрукты и так далее, они самые дорогие. Но образ здесь такой, что посвящается Богу через первый плод, весь урожай. вот что важно, что в день Пасхи церковь не только исповедует веру в бессмертие души или в том, что Господь победит смерть. Мы проповедуем веру, исповедуем веру в то, что и мы с вами победили смерть, и что смерть над нами не имеет власти, потому что он первенец и мы все остальные. Он первый плод урожая, а мы с вами урожаем. И вот апостол Павел это, например, написал филиппийцам удивительные слова. Говорит, в вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавши подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот эти слова, они достаточно трудны, трудно их понять, еще и перевод, если честно, синодальный перевод не очень точный и немножко туманный. Вот, например, когда говорит, что он образ Божий означает, что он такой, как Бог. И дальше он говорит, он не почитал хищением быть равным Богу. Здесь не хищение, а, скажем так, как вот некий привилегий или как льгота, или вот как особое положение человека. притом вот это слово означает, как вещь, которую надо обязательно защищать. Это не хищение смысла вот что-то, что мы взяли, но незаконно, а вот наоборот, это вещь, которую мы защищаем изо всех сил, вот как говорят зубами и когтями, да, вот это смысл. Он не почитал свое, если хотите, положение быть равным Богу, не почитал, что это вот такая вещь, которая только для него. Нет, она и для нас с вами. Вот это имеет в виду апостол Павел. Он уничижил себя, он принял образ раба, он был сыном, он был Богом, но он принял образ раба. Он сделался подобным человеку во всем. Он смелил себя и был послушен до смерти, смерти крестной. Мы видим, что крестная смерть, смерть на кресте, это унизительная смерть, и это смерть, которая показывает, как мы уже сказали, на то, что человек был брошен, оставлен Богом. А дальше апостол Павел говорит, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык, исповедая, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Но, если совсем коротко, то смерть это, если хотите, продолжение вот этого самоуничижения. Вот Бог, Сын Божий означает Бог, второе лицо Пресвятой Троицы. Он начал, если хотите, вот это самоуничижение тем, что Он воплотился, что Он стал человеком, что Он стал одним из нас, что Он по виду, по образу, как говорит апостол Павел, стал во всем человеком, то есть Он стал слабым. Он родился, вот как мы видели и вспоминали во время Рождества, как вот беззащитный ребенок. Он родился по пути в городе, где не было места для него, в гостинице и так далее. А дальше Он жил просто как человек и в конце жизни мы видим, что Он умирает как преступник и как человек, которого сам Бог проклинает, вот как мы видели в словах апостола Павла. Для чего это все? Вот это самоуничижение Бога, которое по-гречески называется кенусис, то есть опустощение, истощение. Для чего это все? Вот один из отцов церкви Афанасий Александрийский написал такие слова «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Вот смысл, вот смысл его вочеловечением, то есть воплощение и смысл его смерти больше всего. Вот смерть, если хотите, это высшая точка, это вочеловечение Иисуса, там, где Он не просто человек, а действительно только человек, при том человек, который чувствует, что Бог его оставил. Вот таким человеком Он стал. Для чего? Чтобы мы с вами стали Богом. Это смысл нашей веры. И вот есть, и с этим мы заканчиваем, есть и момент в божественной литургии, именно главный момент, когда совершается таинство Евхаристии, когда после рассказа о том, что было на Тайной Вечере, когда священник уже произнес эти слова «Сие есть тело Мое», «Сие есть кровь Моя» и так далее. Потом диакон поднимает святые дары, освященник, который стоит за ним, говорит слова «Твоя от Твоих Тебе приносящие у всех и за вся». Что означают эти слова? Означает «Твоя» это Твои дары, то, что Ты нам дал. Вот хлеб и вино. От твоих, но это одновременно означает от нас, потому что это хлеб и вино действительно дары Бога, как я сказал, но после трудов человеческих. Но еще означает «Среди Твоих», то есть «Лучшие из того, что Ты нам дал, лучшие из Твоих даров». Не надо забывать о том, что это древний обычай церкви, который сохраняется до сих пор. Вот для Евхаристии используют только лучший хлеб, самый лучший из всех хлебов, которые раньше верующие, взяли с собой, привозили из дома, а священник выбирал лучший хлеб для Евхаристии. Кроме того, из этого лучшего хлеба берется только центр, только середина, только сердцевина, то есть лучшая часть. То есть мы даем Богу то, что Он нам дал, но лучше из того, что Он нам дал. И кроме того, после наших трудов Твоя от Твоих Тебе приносящие, которые по-славянски это множественное число, то есть мы приносим, не я, не священник, а вот мы, мы все вместе, как мы видели уже, а всех и за вся, то есть за всех нас и за все Твои благодеяния. Вот получается такой парадокс. мы благодарим Богу тем, что мы возвращаем Ему то, что Он нам дал. Вот наилучшее наше благодарение это вернуть Ему то, что Он нам дал. А что Он нам дал? Не только зерно, виноград, которые стали хлебом и вино, Он нам дал Сына Своего. И вот эти, то, что мы Ему возвращаем, это и есть. Вот в этом смысл священства. Но священство не одного человека, священника, а вот всего народа. Мы с вами все священники, об этом говорит апостол Павел. Мы народ священников. И когда идет Божественная ритургия, священник только говорит от имени всех, от имени народа. А служим мы все вместе. Вот и заканчиваю тогда сегодня цитаты из проповеди митрополита Калиста Уэр. это англичанин, который митрополит Константинопольской Церкви православной. Вот он написал замечательные слова, и этим мы заканчиваем. Высшее призвание человека священства. Это наша высшая привилегия как разумных существ, наделенных самосознанием и свободной волей. и в то же время как евхаристический существ, способных к обожению. Вот обожение и есть то, о чем мы говорили. То, что вот Бог стал человеком, что мы стали Богом. О чем говорят отцы Церкви, особенно Восточной Церкви. мы должны, говорит Владыка Калиста, мы должны сознательно и благодарно возвращать мир Богу Творцу, как жертву хваления. Во-первых, мы говорим на литургии «Твоя от твоих». То есть, мы приносим жертву Богу лишь то, что Он Сам дал нам. Если бы Бог своей свободной воли не подарил нам мир, нам нечего было бы жертвовать. Божественной литургии истинным приносящим жертву, единственным первосвященником является Сам Христос. Мы же, как священнослужители, так и прихожане, присутствующие при совершении Евхаристии, можем действовать как священники лишь в силу нашего соединения с Ним, с Христом. Лишь Он служит литургию в собственном смысле слова. Мы можем лишь сослужить Ему. Во-вторых, в Божественной литургии мы говорим «приносяще», не в единственном, а во множественном числе, принося мы, принося жертву. Принося жертву, мы действуем не в одиночку, а в союзе со всеми людьми, соединенные Богом. То есть, вот как мы увидели в очи наш и верую, которую на самом деле веруем. Мы не обособлены друг от друга, и наше благодарение общественно и соборно. В-третьих, приносая жертву, мы сами являемся частью того, что жертвуем. Наше место, как Иреев мироздания внутри природы, внутри природы, а не над ней. И мы должны тогда мысленно вернуться, может быть, к самому первому занятию, который у вас был с отцом Александром, когда говорили о сотворении мира, или, может быть, второй, я не знаю. Вот, безусловно, человек есть ерей мироздания. Он поставлен во главе мироздания, чтобы преобразовать мир, Бог дает Адаму и Еве именно такую миссию, такую задачу преобразовать мир. И вот мы это исполняем как раз через Евхаристию, возвращая Богу его сознание, вот то, что он создал, и в том числе участвуем в этой жертве, потому что мы часть мироздания. Четвертый, говорит Владыка Калист, «Мы не кормчие и даже не управители хозяйства, мы всего лишь жрецы, приносители жертвы». Впрочем, мы, принося жертву, не просто возвращаем мир Богу таким, каким мы его получили, но трудом рук наших преображаем приносимое. Это то, что я говорил уже. В Евхаристии мы приносим в жертву Богу плоды земные не в изначальном виде, а обработанные человеческим искусством. Мы приносим на алтарь не зерна пшеницы, а хлеб, не гроздя винограда, а вино. И подобное находим повсюду, во всей человеческой жизни. Вот, дорогие мои, я бы на это остановился, потому что это лучшее заключение не может быть. Вот смысл нашей с вами жизни, смысл смерти и воскресения Христа как раз в этом, чтобы мы с вами стали Богом. И тогда самое последнее, вот если вернуться к Адаму и Еве, это ведь то, что они хотели, то, что их искусило как раз, вы будете как Бог, сказал им искуситель. А это оказывается наше то, к чему мы призваны. Только разница между грехом и наоборот самой высшей проявлением духовной жизни о Божине только в одном. Адам и Ева хотели стать Богом без Него, противопоставляя себя Творцу, а мы только в Нем и с Ним. Вот в этом вся разница. Спасибо. Давайте помолимся тогда в заключение.